Как известно, копейка рубль бережет. Но если с одной стороны бережет, то с другой приводит к дополнительным тратам, которые возмущают горожан. Чтобы погасить пеню в 10 копеек за услуги водоснабжения, жительница Армавира вынуждена заплатить сбор в 50 рублей. У меня там нечаянно получилось 10 копеек, мне выписали квитанцию пени. И вот, чтобы заплатить ее в МФЦ-центре, эту квитанцию на 10 копеек, мне нужно сбор, они требуют сбор 50 рублей. Это что за такое безобразие? Лишние квитанции и для нас дополнительные траты, прокомментировал ситуацию генеральный директор Курганинского группового водопровода Сергей Абрамов. Но по федеральному закону номер 354 организация обязана выписывать пеню на отдельном бланке. Рассчитывали, что можно квитанцию нести, когда долг по пене хотя бы 100 рублей будет. Но законодатели нас поправили, сказали, что мы не имеем права. Была жалоба гражданина города Армавира, что ему не приносится отдельная квитанция. И нас оштрафовали. Нам тоже это неудобно. Мы несем определенные затраты по распечатыванию, разноске, краске на эту квитанцию. Ну, закон есть закон, мы обязаны его выполнять. Как известно, оплата за коммунальные услуги ежемесячно производится до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Но порой даже тем, кто платит за водоснабжение вовремя, приходит пеня. Возмущаются армавирцы. Вот я получаю квитанцию на водоснабжение вовремя, а если я раньше заплачу до 1 числа, с меня берут пеня. А вот вопрос, почему берут они пеня, это кургас не берет, за мусор пеня не берут, а вот водоканал берет пеня. Изменения, которые с 1 января этого года внесены в федеральное законодательство, исправляют эту неточность. Пеня с 1 по 30 день с момента поступления оплаты начисляться не будет совсем. Сергей Абрамов подробно разъяснил, что теперь предусматривает закон за просрочку платежей. Теперь с 1 по 30 день с момента наступления оплаты пеня не будет начисляться вовсе, 0%. С 31 по 60 день пеня будет начисляться 1,03%. С 61 по 90 день также будет продолжаться 1,03% за каждый день просрочки. А с 91 дня, то есть для тех, кто систематически не платит, пеня будет начисляться из расчета 1,03% от ставки рефинансирования. В результате набегает довольно внушительная сумма до 27% от годовой оплаты. Чтобы избежать лишних трат, руководство Курганинского группового водопровода рекомендует оплачивать потребление воды в срок. И напоминает, что на сегодняшний день долг горожан перед организацией составляет 70 миллионов рублей. Лариса Юровская, Артур Кырджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.